Привет, Амигос! Сегодня разберем М60А3. Наконец-то я добрался до этой машины и сегодня расскажу о ней. Значит, первонаперво хотелось бы сказать, что если вы откроете вкладку информации и истории, то узнаете, что производство этих волшебных машин, а это по сути всего лишь третий вариант башни, установленный на корпус от М60, да-да-да, второй был Старшип, да, третий вот это вот чудо, значит, производство началось аж в 78-м году этот танк начали производить. Знаете, что было у нас в 78-м году? Вот это. Ладно, речь не об этом. Это для тех, кто, знаете, верещал мне, когда я говорил, что XM-1 надо нерфить, что он слишком нагибает. Кричали, нет, нихрена подобного. Никто не виноват, что у СССР в то время не было танка такого прекрасного, как XM-1. Всё нормально. Нихера подобного. Резать надо было XM-1 и порезали правильно. А тем, кто ратует за то, чтобы временные рамки сдвинуть, ну чё, готовы на М60А3 с 80-ками повоевать, а? Да. Думаю, что нет. Ну так вот, значит, несколько предъяв к этому танку сразу кину. Во-первых, вот этот вот движок дизельный 1795B, он был уже, он уже прокачивался на танке Старшип. Знавал я одну игру, где один и тот же двигатель на разных танках прокачивать не надо было. Ну да сейчас не об этом, конечно же. Сейчас об этом танке. Значит, примечательно, что в нём в том, что на него можно поставить динамическую защиту в виде облицовки кафеля. При попадании кафельные плитки с него отлетают. Это отображается на визуальной модели. И какая-никакая это модель повреждения. Так что, по сути, это первый танк, у которого, вообще первая машина, у которой появляется хоть какая-то модель повреждений. Кафель даёт защиту не только от кумулятивов, но и от бронебойных снарядов. То есть, один раз плитка выдерживает попадание любого снаряда и отлетает. Не берусь утверждать, выдержит ли попадание танка старшего уровня, но от ровесников, в принципе, снаряды выдерживают все. Но не думайте, плитка отлетает отнюдь не по одной плиточке. Она отлетает сразу пачками. То есть, если вот сюда попала плюха, то отлетит вот этот квадрат из девяти плиток сюда, так вот эти девять снизу, вот эти. То есть, ну, блоками отваливаются не по одной, да. Вот если в 72-ку попадают снаряды, я что-то не видел, чтобы с активной броней что-то становилось. Она так и висит на танке. А вот с этого рыцаря отлетает все только в путь. Вообще, если они назвали свой предыдущий танк звездолет, то это надо было назвать паладин. Чисто вот за счет того, сходства какого-то небольшого с рыцарем из-за того, что вот такая навесная броня на нем ярко выделяющаяся. А, значит, минус этого танка, это, во-первых, скорость, играция асфальтового катка. Со времен старшипа ничего не изменилось. Вот, танк очень медленный. То есть, подойдет для тех, кто любит получать медаль Филиппа Киркорова, то есть, сливаясь первым. На этом танке можете давить гашетку в пол. Первым не сольетесь, просто не успеете. Во-вторых, это его слабое место, ярко заметно. Это вот эта шишка на башне. Эта шишка, как на лбу у Ван Дамма, видели? Вот тут такая же У-60А3. Вообще, мерикосы любят шишколобые танки. Они фанаты, видимо, обалденного обзора. Где тут первый М-60? Вот, да, как у них начались вот эти танки с вот этой вот командирской башенкой. Шишкоподобной. Так они и продолжали ее везде пихать. Вот, башню поменяли, шишка осталась. Башню поменяли, шишка осталась. Ну, давайте взглянем, дает ли что-то, какой-то, может, повышенный обзор дает эта шишка. По мнению разработчиков, не сюда. По мнению разработчиков, значит, танк имеет обзор в 350-375 метров благодаря своей вот этой панорамной башенке. Ну, давайте посмотрим, что насчет Чифтона. Я даже не буду Леопард открывать, потому что я в прошлой серии говорил, что у Леопарда самый классный обзор из всех ОБТ. У Чифтона открываем 360, то есть на 15 метров. То есть, америкосы, получается, по мнению разработчиков Armored Warfare, вот этим своим панорамной командирской башней-шишкой выиграли всего 15 метров у Чифтона, у которой вообще такого нет. Знатоки скажут, да, вот, ну, на башне, да, уязвимое место. А уязвимое место у Чифтона на башне тоже имеется. Я, когда про Чифтон видос делал, я так-то умолчал, думаю, ну, мне еще до хрена было его качать и качать, а если все начнут стрелять ему в маску орудия, хрень чего выкачаешь. Вот, уязвимое место у Чифтона, вот это вот дыра в этой, в защите башни, в дополнительной, вот, прям в маску орудия стреляйте. Идеально проходит дамаг и критует механизм поворота башни. А если будете стрелять в шишку на М60А3, будете выводить из строя командира танк каждым вторым выстрелом примерно, он дохнет стабильно. Но видите ли, в чем тут разница? В том, что большинство игроков сюда пришло очевидно из картошки, а игроки из картошки, они приучены к тому, что никогда, никому, никакому танку они не стреляют в маску орудия. Там это выдрессировано просто, маска орудия не пробивается. Администраторы так, ну, по крайней мере, когда я играл два года назад, да сейчас, в общем-то, я когда записываю видосы, я вижу, что в маску орудия ни мне не стреляют, ни я не стреляют. То есть разработчик на форуме давным-давно всем объяснил, что маска орудия у танков исторически не пробивалась. Те, кто пришли из улитки, им попроще, потому что в War Thunder, в общем, там маски орудия пробиваются. Причем у всех стабильно, с ваншотом экипажа, весело из песни. Вот поэтому, кто пришел, очевидно, из улитки, те стреляют в маску орудия. Кто из картошки, те даже не пробуют. Поэтому мало кто, реально мало кто в бою стреляет Чифтану в маску орудия. Между тем, вот в эту шишку на башне стреляют все, потому что в картохе Е5 до последних каких-то патчей в ведро пробивался просто на ура, как и 103, в общем-то, в свою вот эту командирскую башню. Поэтому сюда, в этот нарост проклятый, лепят все просто. И при этом из-за вот этой шишки танк лишен возможности танковать от башни, потому что вылезла башня, вылезла и шишка. Ептать, снарядоприемник всегда торчит из-за любого укрытия. Даже когда башню не высовываешь, снарядоприемник все равно выпирает. То есть, такие смешные плюхи летят в этот танк, что просто, я не знаю. Но, тем не менее, нагибать этот танк не мешает. Главное, чтобы, как я уже говорил, встречать на своем пути игроков, которые играют хуже, чем вы. Дамаг я какой сейчас имею? Но я его только-только в топ прокачал. 67% побед откуда-то, я не знаю, откуда. На Чифтане, Чифтан я назвал лучшим танком 5-го левела, 56% побед. М-60А3, посредственный танк, 67, ё-моё. При этом средний урон 1600 на этом, а на этом уже за 2000 начинает переваливать. Ну, это к тому, что я говорю, что процент побед от игрока не зависит. Он зависит от того, какие команды попадаются. Показать, какие сегодня у меня были бои, смотрите. Линеечка подряд, видите, флажочки. Вот они победы поперли. И после этого мне говорят, что нет, никаких механизмов усреднения нет. То, что там подряд поражение, всё нормально. Давайте, заливайте, чуваки, давайте. Слушаю, надеюсь, верую. Вот, дамаг у танка довольно, довольно такой, такой фуфломициновый. 319. При этом он ни хрена не скорострельный. Да, Леопард вот намного, по-моему, скорострельный. Ну, как намного. Мне кажется, что ощутимо скорострельный. Хотя, на самом деле, здесь написано, что нет. Видимо, это дело восприятия. У меня Леопард просто уже ассоциируется с такой мобильной скорострельной машинкой. Один из самых главных минусов. Это всего два слота для оборудования. Это вообще неслыханно мало. Обратите внимание, что не хватает одного слота для огневой мощи. Именно оборудование, огневая мощь туда не ставится. У Чифтана все четыре. У Леопарда, естественно, как у ОЦ-3. Тоже огневой мощи нет, но есть подвижность. Чтобы подчеркнуть то, что Леопард такая, типа, динамичная машинка, Юрка. Очень много дает вот этот вот хренатин, который я поставил. Обалдеть просто. 1,65% разгона. Ну, корпус поворачивать, я не знаю. Это, наверное, не самая нужная вещь. Вот здесь у 72-ки не додали оборудование, защиты. Поэтому 72-ка, знаете, такая самая гимпованная, как сказать, самая такая. У нее меньше всего здоровья почему-то. Я не понимаю, почему. Она не самая легкая, не самая маленькая. Здоровья им мало, и все. Ну, правильно, пушка долбосит. Потому что хрен вам о нездоровье. Вот. А здесь просто реально ни того, ни другого. То есть решили, да, что этот танк должен урона наносить 33-3. Ну, потому что без оборудования на огневую мощь в прибавку, вкупе с универсальным слотом не разогнать повреждения. То есть я могу сюда поставить оборудование там на повреждения. Вот эту вот тарелочку, да, 6% там с четвертью. Ну, и что это даст к 300... К 300 дамагов что это будет? Это будет вообще ничего. Вот если бы 6% и вот здесь у меня еще 4, это было бы хотя бы 10%, да, 300. 330 это 33 примерно, да, там дамага бы прибавилось. Ну, и то ни о чем. То есть невозможно было бы разогнать дамаг этой машине в любом случае. А точность у нее и так хорошая. Поэтому я просто не понимаю, почему ей не дали ячейку огневой мощи. Может, исторически у нее там ячеек не было. Не знаю. Была бы игра от картохи, они бы так сказали. Тут пока просто не обоснованно не дали и все. Спасибо, хоть защищенность поставили. А дамаги у этой машины, можно сказать, только то, что он один из самых отстойных на своем уровне. Почти так уже отстойный, как у Леопарда. Только еще чуть-чуть по отстойностей. Вот. Ну, в общем, вступление как-то и так уже затянулось. Так что переходим к боям. Вот, собственно, УВН, кстати, у танка тоже неплохой. Что я подчеркиваю абсолютно у всех машин, которые не советские. УВН неплохой. Вот можно грустного слоника сделать или веселого, там, не знаю, пятиклассника с утречка. Показать. Но реализовывать этот УВН на этом танке невозможно. По причине наличия, блядь, командирской башни на башке, которую только высунешь, сразу туда и получишь скворечник. Ну, отстойно. То есть от башни, я уже говорил, танковать невозможно. С УВН, без УВН, как угодно. Вот. И нет бы, главное, хоть плиточкой-то, хоть каферной тоже прикрыли бы шишарик. Так не же, нихрена подобно. Ездит этот танк, ну, чуть быстрее, чем... Ну, сейчас вы увидите, да, чем Чифтан. Хотя, возможно, Чифтан не топовый. По-моему, Чифтан на такой же скорости гоняет, около 40 в топовой комплектации. Но при этом у Чифтана здоровье на лишнюю плюху. На одну. И нету шишки на балде. И при этом у Чифтана дамаг поздоровее, да? Но у Чифтана, типа, кара божья, что нет кумулятивов. Как будто они, блин, обосраться всем, как нужны. Я ему вообще почти не пользуюсь. Только вот когда очень ближний бой... В очень ближний бой я вхожу, и я уверен, что я не выстрелю по экранам, да, этим кумулятивам. Издалека там, то есть, медленно летит, я им не пользуюсь. Ну и увидите, кто следит за каналом, те видят, как я использую боеприпасы в этой игре. Это, слава богу, не тундра, где там надо угадать, какой там каморный, какой не каморный. Там с колпачком, без колпачка, поддон, не поддон, сколько весит, что там тратил, не тратил. Тут всё попроще, поэтому я довольно быстро сориентировался для себя, как чего использовать. Вот, значит, как на миникарте довольно кучно столпилась наша команда, это в верной приметах будет слив. Первая примета, чайки низко летают, вторая, когда, блин, оленей кучей идут. Да, попасть было чуть менее, чуть более, чем невозможно, я бы сказал. От него там одна антенна торчала, но плюху дать святое дело. А вот башня 72, видите, 105 дамага только всего лишь. Вот в правильный люк на башне дамаг полностью не проходит. Полностью проходит он в неправильный люк на башне, такой, как у 60А3. И вот если 72-ка... Но 72-ка там так стояла, у неё ствол не опускается. Неужели этот истребитель танков хочет повоевать? Со мной? Какая дерзость! Боже мой! Что он там о себе возомнил? Бам! Без урона. Давай, до свидания. Что попало, конечно, в этот люк не влетает. Надо именно по центру всаживать, потому что всё остальное на рикошет вводит. Вот мы просрали арту только что на ваших глазах. БМД-2 сейчас счастливо к ней ломится. Собственно, на этой карте арта роли, по-моему, не играет, поэтому не особая беда, печаль, кошмар. Плакать никто не будет. Это не советский танк, это немецкий танк. Уп-тфу, ёпта, американский, поэтому он стреляет даже с неполным сведением довольно точно. Это из советского, 72. Попробуй без сведения выстрели. Хорошо, если снаряд бумерангом назад не прилетит. Так, они давят в ту сторону. Очень долго танк разворачивается, ему бы подвижность тоже не помешала оборудование, в общем-то, чтобы повороты повысить, ибо вообще, ну, просто асфальтовый каток, повторяюсь. В бою ёрзать корпусом иногда очень даже полезно, если видишь, что тебе нижний лист выцеливают, то почему бы не попытаться ромбануть выстрел. Начифтание, конечно, бесполезно, потому что там 100 миллиметров нижний лист, нижняя лобовая деталь. Я машина, ты машина, цель машина. Дмитрий. Какой-то не Шишкин? Дмитрий Ша. А что там? Истребители танков всё ещё там. Очень метко он пустил ПТУР. Видимо, он ПТУР пустил и поехал. Так, тем не менее, А-72 не смотрит назад, а сзади... А сзади беда подкралась, чувак, сзади беда. И был он наказан, собственно, задницу предательским патроном. По 60А3, собственно, кумулятивом. Я даже с ближней дистанции стрелять не буду. Бля, ну почему? Повреждение гусеницы только. Потому что 60А3 весь в экранах, там смысла нету пытаться его кумулятивом бахнуть. Сколько я рикошетов наделал. Или это с меня кумулятивный экран, наверное, свалился только что. Долго он за этой машиной будет прятаться, запарил? Вот, смотрите, видите, плитка отлетела. Вот это только что выстрел от третьего был. Плиточка спасла от дамага. То есть, я же говорю, разовое спасение от дамага плитка примерно даёт. Я просто не берусь точно говорить о том, что он в меня именно кумулятивом выстрелил. Так, сейчас этот А3 отъедет. Что такое? Опять без дамага я что ли выстрелил? Как так-то? Какая-то магическая 72-ка, чернокнижник. Быть такого не может, чтобы дважды бронебойным снарядом. Пусть, конечно, пробой не самый космический, да, но всё-таки не кумулятив же, блин. При этом я ещё живчик такой. Сейчас у нас все посливаются. Кто бой будет тащить, я буду тащить. Ну, в принципе, здесь, на этой карте может показаться, что танк довольно быстро носит, да, но здесь имейте в виду, что асфальт. Здесь не грунты, здесь асфальт везде, поэтому он быстро набирает, неплохо держит. Так, 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 так. Фокс занервничал. Фокс, походу, решил сдриснуть, нет? Скорее уходит! Фокс прикрывает арта, нанося мне какой раз уже свои 100 с лишним дамага. Да, наш Фоксик слился. Давайте, ехайте. Кто-то подбадривает свою команду, мы собратно. О! Сходу, сходу Фокс ушёл. Даже не написали, кто его убил в чате, я так взгляд бросил, но это 60А3. 60А3 ездит так медленно, что может стрелять на ходу. Это не из-за точности он так метко на ходу стреляет, из-за скорости. А вот и Леопард сошёлся. Сошёлся в честном кумите. Вообще-то, мой дамаг последним отлетел, но фраг не мне отдали. Удивительно. Заветные свои 2000 дамага набрал. Многие говорят, что не надо задрачиваться, а то читаешь как мантру. Но я просто для себя планку такую поставил. Это ещё со времён картошки, что вот 2000 дамага не зря бой прожжён. Как бы просто хотите играть хорошо, ориентируйтесь на 2000 дамага. Если вам пофигу, как играть, но не ориентируйтесь на 2000 дамага. Всё же просто. Снаряд, да, да. Нас подбили. Ужас. Ужас какой. Подбивают. Убивают. Помогите, люди кто. В маску орудия сейчас, кстати, покарал я. 72. 63. Ломится, ломится. Арту забирать. Смотри, закидают чемоданами насмерть. Как они там так встали, хитрожопа, а? Что их просто не достать с этого берега. Ай, а ему достать. Ну, блин, облом. Полный обломейшн. Мне в горку лезть, да, конечно, да, сейчас. Оставят тебе печенье в многодетной семье, конечно. Молодцы, да ничего ему не молодцы, я ни хрена не набил. Не вижу ничего хорошего. Ну, сегодня день побед. Я вот зашел во сколько? В 2 часа ночи. В 2 часа ночи зашел. Думаю, надо сейчас пару боев сниму звезды, короче, и спать пойду. Вот, а тут как пошло, как пошло, за 15 минут снял с 5 машин звезды с первого раза, даже где на арте, на акации меня прилетели, слили, даже там звезду снял. Ну, вот еще раз, смотрите. Думаю, все, пипец, надо сейчас видос писать. Пока идет эта череда побед, надо делать. А вот и мой горячо нелюбимый нефтепровод. Не взлюбил его, когда играл еще на совочках, на 72-чках и так далее. Но на танках с УВН здесь, конечно, можно поиграть, но опять-таки, повторяю, напоминаю, шишка на башне, шишка на башне, башне на башне, башне на шишке, шишка подмышкой. Но здесь, видите ли, такой бой, что танков меньше, чем БМДшек. И машина, обладающих ракетницами, да, что красноречиво намекает на то, что машине с такой убогой подвижностью, как М-60А3, в этом бою делать нехрен. Врага будет не видно, ПТУР будет лететь из пустоты, лететь точно в эту шишку. О, М-60А3 утонул. Правильно сделал. Вот о чем я и говорю. У меня была та же самая мысль. Хотя я уверен, что он просто не рассчитал, как я тут на Пальмарии один раз утонул. Вот это обидно было. Я не уверен, что она была затоплена ровно наполовину, да, ну, корпус под водой, башня над водой. Как она утонула, я не понял. Но я просто не успел доехать до берега. Но чувак, возможно, просто увидел БМДшки и бомбанул. Тоже не исключает этой возможности. А второй чувак на М-60А3 слился. Все просто прекрасно понимают, что в этом бою, что в этом бою на М-60А3 вряд ли что-то удастся сделать. Сейчас уже стоит 3-4 птуровода на И-9. Вот там в камнях. Так что туда ехать смысла вообще никакого нет. Но кто-то едет. Безумству храбрых поем мы песни или как там. Вот. Вообще в этой игре нагибает все, у чего есть ракета. Мне кажется, пока что защита на этих левелах от ПТУРа не появилась. Неизвестно, когда появится. Поэтому даже если в игру введут пехотинца с гранатометом, он будет нагибать. Да, у него не будет здоровья, он будет убиваться пулеметом. Но его хрен обнаружишь в кустах, и у него будет долбанная базука. И он будет нагибать. Я бы даже, если бы он премиумный был, приобрел такого юнита. Или... А, ну здесь игра про технику, извините. Но учитывая, что здесь есть джип с ракетами. Может, велосипедист с гранатометом? Солдат на велосипеде. Кстати, есть военный велосипед. Блин, ну почему снаряд вниз полетел? Знаете, ПТУ... Только ПТУРы свистят по степи. Не успел загуслить за дерзость. В нашей команде не все просто соображают. Да, не то, что не все, это со времен картошки пошло. Еще что? В гусеницу стрелять без дамага нахрен надо, если можно задамажить. Так только потом оленям написали, что если вы дамажите, то вы за помощь получаете половину профита с дамага вашего союзника. Но в стату вы, конечно, ничего не получите. Вот. Поэтому на гусли ставят не очень. Просто стреляют в НЛД и все. А вот если бы его загуслили, он бы, наверное, сейчас умер. Ну что, я думаю... Я думаю, можно дерзко их разбирать, потому что они были деморализованы добровольным сливом двух, а третьих играть... Да как нет эффекта? Ёб твою мать-перемать! Ну вы видели, а? Вы видели эту херню? Ну нет эффекта, ёб твою мать. А вот, начинаю насовывать. Обратите внимание, что я сейчас заклинчу и загрустит чифтан. Здесь физика картошки трехлетней давности потому что танки при ударе друг в друга замедляются. Обратите внимание, что если один танк догонит другой и ударит ему в задницу, он его не ускорит, они оба замедлятся. А что это, не пробил что ли? Ну на тебе, похоронный. И Птур летит, и Птур, и Птур летит, и пролетает Птур. И пролетает он мне на гребаных 585 дамага. Не один танк на этом уровне, столько дамага. Ну, в принципе, Птур есть Птур. А Птуры и Абрамсы подрывают. Видео есть. Попали. Хотя снаряд, а что я заметил еще, у этого танка снаряды имеют привычку лететь куда-то вниз. Это очень печалит. Периодически из-за этого промахи происходит у меня, по крайней мере, что снаряд как бы не долетает, а начинает резко снижать траекторию. И траекторию. Еще очень классно, что вот эта плитка, да, кафельная, в отличие от дебильной динамической защиты установленной на Т-72А, ну, дебильной по меркам игры, естественно, так-то в реале 72 очень хорошая машина базара. Нет, плитка здесь прикрывает хотя бы половину нижней лобовой детали, да, то есть теперь надо в самый низ лобовой детали стрелять, чтобы не попасть в кафель. Я буду называть его кафель. Я не буду называть его активной защитой. Вот, а в 72-ке, ах ты, ядрена вошь, в 72-ке нижний лист динамической защиты не прикрывает, она находится там, куда не стреляет вообще никто. Кстати, победа, победы идут все еще подряд, вот показываю снова флажки, это все тот же день, все то же время, 2, 38, по 4,30, тогда что, я два часа уже, что ли, здесь удивительно, а, ну я же уходил, отходил, или как там, ну какое, ну по дамагу я так, на дне болтаюсь, но примерно около 2000 все-таки привожу, давайте еще раз посмотрим, что у меня там по средним повреждениям на этой большой берти, уже 1700, то есть на соточку средний дамаг примерно подрос, но боев пока мало на машине, поэтому легко статистика поднимается, легко сползает, ну и на этом думаю, что все, в игре как в казино, надо уходить пока прет, иначе сольешься, так что, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите, и адьо, «а апреля» – «а, Продолжение следует...